С 20 человек в день на 50, а то и 60 инфицированных. Так подскочили цифры в официальной статистике по коронавирусу в республике. Граждане, очевидно, не хотят проявлять личную социальную ответственность. Снятие строгих ограничительных мер привело к вальяжному отношению людей в вопросе санитарно-гигиенических требований. Бишкек впереди всех. Из 28 случаев на сегодня 11 в городе. За весь период вспышки уже 566 инфицированных. После поэтапного выхода на работу сначала стратегически важных предприятий, организаций и фирм. Ну а к 1 июня разрешение на деятельность получили все оставшиеся объекты экономической и социальной сфер. Улицы наполнились людьми. Но сказать, что все соблюдают масочный режим, носят перчатки, держатся друг от друга на расстоянии полутора метров, можно едва ли. Носим, конечно, когда заедение заходим или куда-то в офис. А так нет. Потому что в открытом пространстве можно не носить маски. А с собой есть масочка, если вы куда-то зайдете? Есть. Наружу, ладно, если в помещение, тогда одеваем маски. Одеваете? Да. Вот уже как неделю функционирует общественный транспорт. Средь бела дня троллейбусы автобусы полупустые. В них преимущественно люди преклонного возраста. Школьников и студентов нет. Именно это значительно облегчает ситуацию. Конечно, схема рассадки в шахматном порядке не работает. Но водитель прямо на входе требует надеть маску. Люди прислушиваются. Маски одевайте все. А вот в маршрутках не так просторно. Тем более, что во многие части города можно добраться только на этом виде транспорта. Это жилмассивы, отдаленные районы столицы. В час пик после рабочего дня они набиваются битком. Да и днем ездить в них нелегко. Не везде открываются окна. Душно. Поэтому многие не выдерживают. И стягивают маску с лица. Да никто не носит. Вы посмотрите на улицы везде. Тоже жарко. Я вот сейчас мне душно, дышать уже тяжело. Сняла маску с лица. А так обычно захожу в общественный транспорт, стараюсь надевать. Рановато для меня это. Надо открывать карантин. Надо сохранять 12 месяцев. Рано еще. Потому что везде весь маска ходит. Даже нельзя. Ну как, кафе открыли. Там заходишь, толпай людей. Иногда авто. Это маршрутка ходишь. Под запретом остаются массовые культурные, спортивные, семейные мероприятия. Не разрешается до сих пор работать увеселительным заведением, детским садам, детским развлекательным центром, площадкам, если они находятся в помещении. А вот парки открыты. Вроде как на свежем воздухе риски подхватить инфекцию не так велики. Так отпраздновали накануне Международный день защиты детей горожане. Ни у большинства родителей, ни детей не было ни масок, ни тем более перчаток. Ребятня шумела в игровой зоне, катаясь толпой на качелях и горках. Как говорится, куча мала. А неподалеку стоял мобильный киоск с кмороженым, где не успевала заканчиваться очередь. Такое же столпотворение отворилось у точек проката велосипедов, скамейки, битком. И все, весело общаясь друг с другом, наслаждались прохладой вечера в праздничный день. Это один из новых парков Бишкека. Патрули на территории находились, однако отдыхающие на их призывы надевать маски и не создавать толпы не реагировали. Чуть более недели назад, когда мэрия открывала парки и скверы столицы, пригрозила рейдами. Тогда сообщалось, что ответственность возложили на муниципальные предприятия городские парки. И акимиаты, которые должны привлекать милицию и санврача для проведения рейдов с разъяснительными беседами. Это, кстати, все, что в полномочиях муниципалитета. Физическое лицо, которое не хочет защищать себя от вируса, мы оштрафовать не можем. У нас нет такой нормы. Мы можем только просить каждого жителя нашего города думать, в первую очередь, о себе. Маска защитит обязательно. Потому что, не потому что вы болеете, а потому что у кого-то вирус без симптома. С воскресного дня уже подворные обходы, потому что в жилмассивах люди продолжают здороваться за руки, обнимаются, ходят друг к другу в гости, ходят на поминки, устраивают закрытые вечеринки. Что вчера произошло в Аккордо, к сожалению, произошло на территории Чуйской области. Мы тут же передали информацию полномочным представителям во все органы, которые должны за этим следить. Мы очень надеемся, что какая-то ответственность будет. Многие крупные супермаркеты и магазины, те, что ближе к центру города, установили на входе человека, который обрабатывает руки посетителя. Измеряет температуру, проверяет наличие маски. Более мелкие торговые точки и коммерческие объекты на окраинах города эти нормы почти не соблюдают. Санитайзер есть. Кто хочет, пользуется. Другие клиенты идут мимо. Цифра дня. Вчера уже миллион суммов за 20 дней штрафов. Есть кафе, к которым приезжаем по два раза. Для них 23 тысячи суммов в день платить штраф сейчас уже не является проблемой. Тем временем в городе увеличилось количество заболевших COVID-19, которые понятия не имеют, где они могли заразиться. На горячую линию поступают звонки, люди описывают у себя симптомы коронавируса и просят о помощи. А оказывать ее, если граждане продолжат так халатно себя вести, просто будет невозможно. На всех не хватит ни докторов, ни больничных коек. Инфекционная республиканская больница уже переполнена. В последнее время наша больница была переполнена. Сегодня у нас все 10 отделений работают только на приемы и лечения больных с коронавирусом. Мы сейчас закроемся на обсервацию, проводим дезинфекцию. Около 40 врачей работают. Несмотря на такую нагрузку, медики продолжают делать все необходимое, чтобы в условиях эпидемии сохранить каждую жизнь. В то время как граждане с каждым днем все больше и больше ставят свои жизни под угрозу.